Добрый день YouTube и его обитатели Сегодня хочу вам рассказать про очень интересный пояс, сейчас вы перед собой видите. Называется он 5.11 Tactical Double Duty DTU Belt 1.75 Неплохой пояс, вот если видно, да, есть логотип 5.11 фирмы. Очень удачный, то есть можно легко цеплять ковру в любом положении. Видите, как раз он в пазы подходит. Можно подцепить нож, идеально подходит. Пряжка из композитного материала, вообще позиционирует его производитель так, как если вы проходите где-то через рамку, то вам не нужно будет снимать пояс себя. То есть рамка, вернее пряжка звенеть не будет на рамке. Высокопрочный нейлон. Вообще тут, по идее, здесь сшито два пояса, очень хорошо они прошиты. Где-то на канале у Tactical Plus есть обзор, но на одинарный пояс, там черный у него. Очень хороший пояс, очень надежный, позиционируется как пояс, который сохраняет в любое время года, то есть зимой, летом, при сильной жаре, в свою форму. То есть он не превращается в тряпку, как остальные пояса. На нем можно носить различные кобуры, различные подсунки тяжелые. То есть использовать его по полной программе для тактических целей, для туристических целей. Имеет он двухсторонний, имеет он два цвета. С этой стороны олива, с другой стороны черный. Застекивается он очень легко. Пряжка здесь, как бы, вот вы видите, да? То есть мы его развернули сейчас на другую сторону. Так, черный. Вот так вот уже зеленый. Пряжка здесь очень надежная. И вообще, я считаю, что из всех пряжек это, как бы, самая простая, она никогда вас не подведет. Потому что пряжки, которые имеют застежки и отстежки, там что-то нажимать надо, то если туда попадет вода или песок, то не факт, что эта пряжка у вас не засегнется или не расстегнется. Здесь же, вот я как бы тяну. Я не знаю, сколько этот пояс выдерживает на разрыв, но я думаю, что очень много. Потому что здесь, посмотрите, как он прошит. То есть здесь реально сшито два толстенных пояса. Значит, сделан из стопроцентного нейлона материал. Фирма 511 как бы представляет этот пояс как один из самых дешевых вариантов. То есть цена его где-то от 20 до 25 долларов. Одинарный же такой пояс где-то 10-12 долларов стоит. То есть вы можете купить, как бы, одну половинку этого пояса. Но при всем при том, что, как бы, пояс как бы хороший, вопросов нет, он очень надежный. Но есть у него один очень большой недостаток. Вот то, что он держит форму свою, то есть он очень такой жесткий. Можно с вами сыграть злую шутку. Например, вот я ходил с ним не один день, да, и вот ближе к обеду, а к вечеру так вообще уже сильно, он начинает натирать вот эти вот части, которые вот, да, углы, они очень как бы превращаются в ножи просто. То есть, поэтому я рекомендую этот пояс носить не как основной пояс, который держит ваши штаны, а как пояс тактический, который одевается сверху, там, например, там, вы там кобуру, да, одели, там, допустим, вам нужна кобура, да, то есть вы одеваете пояс в ремень, который держит ваши штаны, и сверху одеваете этот пояс уже, который держит, там, может быть, нож, может быть, там, не знаю, любой какой-то там тяжелый подсумок, какую-то там аптечку. То есть носить его как основной пояс я не рекомендую, потому что вот его же жесткость, как бы, это же его и минус. А так, в принципе, пояс неплохой, еще раз скажу, что, как бы, два цвета он имеет, то есть его можно носить под разный камуфляж, под черный, под олива, если у вас есть, там, мультикам он подходит вполне. Фирма эта, как бы, надежная, всем известная, ну, в принципе, я, как бы, им доволен, но еще раз говорю, что не рекомендую его носить как основной пояс. В принципе, вот, по большому счету, я подумал, что если здесь такая жесткость вот этого нейлона, что, по большому счету, может быть, даже им можно и править ножик, наверное. То есть, если его натянуть, там, чему-то провязать одну сторону, то можно, наверное, потому что жесткость тут очень большая. Тут, конечно, ну, реально, я думаю, что ножик поправить вполне можно будет. Вот такие вот пироги. Всем рекомендую, выходите в лес, я вот сегодня выбрался ненадолго. Попить чайку, подышать воздухом. Пояс, конечно, я вам рекомендую, но, опять же, со своей небольшой оговоркой. Вот такие вот дела. Все, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok